Встреча с Симферополем Владимир Степанович – это тренер души, тренер, который, во-первых, интеллигентнейший человек, тренер, который никогда не повышал голоса ни на одну свою ученицу, и тренер, который воплощает в себя и воспитателя, и тренера, и отца. Мы когда учились не в интернате, это просто мы были дома с ним. И очень приятно, что он дожил до такого момента, что ему исполнилось 85 лет, и он в состоянии прийти сюда и в состоянии быть поздравленным всеми его любимыми ученицами. Они звонят, поздравляют меня с днем рождения, почти все мои выпускницы. Приглашают на турнир. На прошлом турнире я опять организатор этого турнира. Павла Павловская – это мои воспитанницы. Эта идея принадлежит организации «Леди Легион», управление этой ветеранской организацией женской. Они в прошлом году организовали турнир великого тренера, было 70-летие, Фаины Георгиевны Кочергиной. И в этом году они сделали такой же турнир, посвященный юбилею тоже заслуженного тренера. Это тренера Владимира Степановича Заморского. Приехало очень много команд. Это очень приятно, что в такую погоду люди собрались. И я думаю, это большое удовольствие для всех, для всех любителей баскетбола, для тех, кто помнит, какие команды были и какие команды сейчас. Я отошел от баскетбола. В 2000 году уже перестал работать тренером. Сделал операцию. После этого я не вернулся в баскетбол. Я знаю, что просто тренеру сейчас работать очень сложно. Во-первых, есть компьютер, который отбирает у них время такое. Их интересуют танцы, их интересует время пробуждения уже с мальчиками. Раньше было легче. А были строгие тренеры? Нельзя сказать, что строгие, но требовательные. Потому что за каждую провину требуется наказание, наверное, если это есть серьезная провина. Там, где надо простить, всегда прощал я. И они меня любили. Это уже о чем-то говорит.